Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пионер. Главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для пары амурских тигров, кактусы и кассандра вскоре откроют новый вольер. Площадь Куйбышева, набережная и Струковский сад уже совсем скоро, а именно в ноябре, любимые самарцами места предстанут в обновленном виде. Капитальный ремонт заканчивается на всех трех площадках. Глава города проверил, как идут работы. Марина Матвеевшина тоже посмотрела, что происходит на стройплощадках. Уже 7 ноября по самой большой площади Европы пойдет парад памяти. Рабочие планируют закончить ремонт через три недели. Осталось доделать один сквер, закончить внутреннюю отделку туалета, смонтировать флагштоки и установить ограждение. Самое главное, что нас погода пугала, это асфальтирование. Мы его своевременно закончили, то есть здесь проблем никаких нет. По плиточному покрытию тоже мы, я надеюсь, закончим. Но сейчас усиленные бригады встали на плиточное покрытие. Но в остальном погода нас не пугает. Если с площадью Куйбышева проблем нет, то в Струковском саду рабочие со сроками несколько отстают. Глава города проверяет ход работ. С прошлого посещения подрядчик увеличил количество рабочих и ускорил темпы. На многих дорожках уже уложена плитка, завершается ремонт ограждений, меняют бортовой камень, устанавливают новые фонари. Склоны укрывают рулонным газоном. Но опять же, это ваше ответственность. Если это все поплывет, вы же никуда не денетесь, мы вас знаем, работаете вы давно. Олег Борисович, мы знаем, какое качество должно быть выполнение этих работ, поэтому мы отвечаем за то, что мы делаем. Подходит к завершению работы на четвертой очереди набережной. Смонтировали почти все лестницы. Осталось немного и обновленные стелы ладья предстанет перед горожанами во всей своей красе. Уже видно, где будет располагаться фонтан. В принципе, все строительные работы у нас завершены. Сейчас идет внутри фонтана прокладка трубопроводов, которые будете посредственно уже создавать вид фонтана и сопла, и выпускать обвязку фонтана. И герметизационные работы. Фонтан как будет работать? Расскажите, он каскадный у нас получается? Да, сверху чаши, вода будет приезжать на вторую чашу, с третьей, с третьей на ней. А струи где у нас? На верхнем ерусе? Их будет 26 штук, они будут во всех чашах находиться. Все три объекта капитально ремонтируют в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Это знаковые площадки, они стали символами нашей Самары. Я принял решение каждую неделю выезжать с инспекции по всем объектам, поэтому будем стараться подрядчиков держать в неком таком тонусе, подсказывать им, ну и при необходимости помогать. Подрядчики постоянно отчитываются перед городскими властями, но главная ответственность перед самарцами. Горожане неравнодушны к происходящему на площадках и очень чутко следят за работами и их качеством. Марина Матвеевшина, Станислав Левин, События. Светить всегда, светить везде. Теперь ворота Самары видно издалека. Стеллу на южном шоссе украсили подсветкой и цветами. В том, что новая городская достопримечательность может вскоре оказаться во всех инстаграммах страны, убедился Даниил Лучко. Новый арт-объект находится на въезде в Самару на южном шоссе. Его видно за несколько сотен метров. Работают 56 светодиодных лампочек и еще 6 прожекторов. Их включают, как только стемнеет, вместе со всем городским освещением. Проезжающие уже останавливаются для фотосессии. Конструкции сделаны из энергосберегающих светильников светодиодных. Сейчас энергию надо сберечь. Была поставлена задача, чтобы было красиво, освещено. Поэтому выбирались наиболее энергоемкие светильники светодиодные. Дизайнеры Стелла использовали цвета российского флага. Белые металлические буквы с синим поликарбонатом. Конструкцию украшают еще и петуни красного цвета. Именно эти цветы выбрали не случайно. По агротехническим соображениям только петуни. Потому что ампельная петуни, она дает каскад и очень выносливая, цветет все лето. Все остальные цветы, они не дают непрерывно цвет в сине весь сезон летний. Система полива современная. К каждому горшку завезена капельница. Вода будет подаваться прямо под корни, по мере высыхания почвы. А во время дождя датчики отключат систему. Вот они вот капают сюда, увлажняются, лишние отходят во второй с отсек. И автоматически выключается. Обновлению въездных групп в преддверии Мундиаля по поручению главы Самары Олега Фурсова уделяется особое внимание. Все работы по украшению стелы закончили на 20 дней раньше срока. Эта стелла единственная в своем роде такая в нашем городе, которая еще имеет подсветку, еще находится на южном въезде наш любимый город. То есть то, что мы запланировали согласно проекта, было осуществлено и, на мой взгляд, даже лучше получилось, чем мы представляли. Подрядчик дает гарантию пять лет. Еще четыре стелла отремонсируют до конца ноября. Даниил Лучко, Григорий Пельшаков. События. И забор их не спасет. Городские власти теперь будут очищать Самару от незаконных рекламных конструкций, установленных на частных территориях. Пока счетов только сдирают рекламные баннеры, но уже через месяц их демонтируют. Андрей Горгуленко уверен, у нелегалов не осталось ни малейшего шанса. На земле, которой распоряжаются городские власти, незаконной рекламы стало в шесть раз меньше, чем в начале года. Только с июля с улиц города убрали 132 незаконные рекламные конструкции. И теперь в центре внимания власти нелегальные счеты, установленные на частных территориях. Неделю назад был заключен муниципальный контракт с целью проведения демонтажных работ. Несколько несложных движений и баннеры покидают свое рабочее место. Теперь они будут храниться у подрядчика. А чтобы забрать свою рекламу, организациям нужно выплатить немалый штраф. Информация о незаконных рекламных счетах передается и в полицию, где устанавливают собственника счета. Ему грозит штраф в размере 500 тысяч рублей. Пока рекламу только срывают с конструкций, но скоро и их будут демонтировать. Для этого уже выносят предписания владельцам. И если в течение месяца они не уберут счет сами, тогда за работу возьмется департамент городского хозяйства и экологии. После чего выставляется счет за понесенные расходы. Мы пытаемся донести до них. Не размещайте рекламу на незаконных счетах. Это в любом случае понесет ваши убытки. Это первое. А второе. Ряд фотографий будут переданы в правоохранительные органы. Со счетов, установленных на частных территориях, только за сегодня сорвали 30 незаконных реклам. Всего в планах 111 баннеров во всех районах города. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Новая жизнь Дворца культуры. Нефтяник вскоре вновь откроется для посетителей. Он был построен осенью 55-го и до прошлого года ни разу не ремонтировался. Сегодня здесь обновили фасад, привели в порядок классы для занятий творческих коллективов. Вскоре настанет черед зала и сцены. Есть, правда, и недочеты. Глава Самара Олег Фурсов высказала ряд замечаний. Какие именно, расскажет Марианна Мирная. Это единственный культурный объект во всем Куйбышевском районе. Работы здесь ведутся уже второй год. На сумму в 109 миллионов рублей отремонтирован фасад, восстановлены исторические люстры, мраморные полы и лестницы. Ремонт идет, но медленно. Глава Самара Олег Фурсов приехал в ДК проверить, какие проблемы у подрядчиков и как скоро они с ними справятся. Вы вручную делаете, да? Нет, машинки. Машинки, да. А на вас здесь нет? Нет, машинки сейчас нет. Давайте договоримся, что вот здесь приеду, посмотри, приводите эту машинку и посмотрите, чем шли. Противопожарный занавес старый остается здесь? Мы делаем пропитку уже существующей новой конструкции. Сейчас нету прямых обязательств на то, чтобы делали противопожарный занавес. Покрытие сцены? Покрытие сцены. Там у нас идет пропитка, ее огнебиозащита и потом, конечно, очень качественный полудный лак. Несмотря на некоторую задержку, большая часть работы выполнена. Остались важные, но все же детали. Для творческих коллективов и кружков уже готовы классы для занятий. В концертный зал привезены кулисы. Работа сложная и у городских властей есть претензии, которые подрядчику придется устранять в ближайшее время. Отделочные работы, фрагменты отделочных работ, работы по покраске паркета, по применению правильных технологий, вопросы по дверям, по качеству изготовления этих дверей. Ну, таких достаточно у нас деталей, на которые стоит обратить внимание. Дом культуры «Нефтяник» постепенно становится очень уютным. Здесь установлена новая система теплоснабжения, и теперь зрителям не придется кутаться в куртке. Уже готовы кресла в количестве 500 штук, а самое главное – делается сцена с поворотным механизмом, что позволит давать здесь спектакли с меняющимися декорациями. Марьяна Мирная, Константин Головин, События. Снегопад неожиданностью не станет. В Самаре проверяют готовность управляющих компаний к зиме. Комиссия проинспектировала состояние спецмашины и наличие инвентаря. Когда коммунальные службы заступят на зимнее дежурство, знает Алина Чемерес. Каждое движение мягкое и плавное. Если механизмы погрузчика работают так, значит с машиной все в порядке. За своим железным помощником Алексей Сироткин тщательно следит. При малейшей неисправности ремонтирует, смазывает детали. В профессии он уже 15 лет свою работу называет романтичной, потому что людям помогает. Много же у нас бывают людей, ситуации попадают такие непредсказуемые, техногенного характера. Провалился в снег, забуксовал, а я подъехал и вытащил человека. Когда один человек работает постоянно на машине, он за ней следит, он знает ее. И поэтому я уверен, что зиму я точно отработаю. Спецмашины, инвентарь, снаряжение для тех, кто работает на высоте, все сегодня проверяют, насколько готовы к зиме коммунальные службы железнодорожного района. В смотре участвуют только те управляющие компании, у которых в собственности есть техника. Таких 4 из 11. Остальные вместо тракторов и погрузчиков должны показать комиссии договоры, по которым будут брать спецмашины в аренду. Пройдет смотр техники и доложим конкретно, на какие полигоны повезут снег. Куда повезут его? Какие договора на случай форс-мажора? Сколько наличия тяжелой техники? Как правило, одну и ту же технику управляющие компании используют и зимой, и летом. Подъемный механизм, откуда мы спиливание делаем, поднимаем материал на кровлю, и другие виды работ делаем, водосточные трубы, то в зимних условиях она используется для сбития сосулек, очистки наледи на свесах и желобах. Вот для этой цели используется. На зимнее дежурство управляющие компании железнодорожного района уже заступили. С началом отопительного сезона. Никакой снегопад, уверены местные власти, неожиданностью не будет. И чтобы справиться с ним, ресурсов достаточно. Если техника сюда пришла, значит, она уже имеет работоспособность, она движется, проверены подъемные механизмы. В принципе, техника, которая здесь, сюда, приехала на эту площадку, в обязательном порядке. Проходят ежедневные технические осмотры, выпускают их механики, скорее всего, в предприятиях, в том числе и медицинское обследование всех водителей. Готовность управляющих компаний к зиме в Самаре проверяют каждый год. Смотр спецтехники пройдет во всех районах города. Алина Чемерис, Сергей Баскин, События. Почти каждый третий трудоспособный житель региона занят в ценевом секторе экономики. Каждый четвертый получает серую зарплату. Порядка 23 миллиардов рублей недополучает бюджет области из-за нежелания предпринимателей официально регистрировать свой бизнес. Эти деньги могли бы быть направлены в том числе на повышение мер социальной поддержки пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. Как создать условия для выхода бизнеса из тени, добиться выплат белой зарплаты, обсуждали в областном правительстве. Глава региона Дмитрий Азаров провел конференцию по социальному партнерству. В ней приняли участие руководители профильных министерств, организации, профсоюзов, представители малого и среднего бизнеса. Дмитрий Азаров отметил, что власть готова идти навстречу предпринимателям. Правительство в Самарской области готово к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами социального партнерства, как с профсоюзами, так и с работодателями. Мы готовы корректировать в том числе региональное законодательство, но безусловно после внимательной оценки эффективности принимаемых решений и их последствий. Новое назначение в областном правительстве, временно исполняющем обязанности вице-губернатора, полномочного представителя губернатора Самарской области при президенте и правительстве РФ, назначен Андрей Когтев. Ранее он уже занимал должность полномочного представителя президента в Самарской области, был главным федеральным инспектором по Самарской области. Последние 9 лет он трудился в структурах Росатома и Минспорта России. Ассоциация туроператоров страны назвала самые дорогие и дешевые курорты по итогам лета. Где выгоднее всего могли провести отпуск россияне, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Доллар можно было купить за 58 рублей 18 копеек. Дороже всего продать за 57 рублей 68 копеек. Средний размер потребительского кредита в России за месяц вырос на 10% и составил 136 тысяч рублей. Больше всего этот показатель вырос у молодых заемщиков в возрасте до 30 лет. Ассоциация туроператоров России назвала самые дорогие и дешевые курорты по итогам лета. Дороже всего россиянам обошелся отдых в Италии. В среднем 60 тысяч рублей. Дешевле всего в Крыму. Примерно 20 тысяч за путевку. А в Самарской области за неделю подорожали продукты. По данным Самарстата 5% прибавили огурцы. На 3% стали дороже рис и консервы. Зато лук и капуста подешевели на 4%. На этом все. Удачи в делах. Далее коротко о других событиях дня. Страшное ДТП на трассе. Две машины. Иномарка Hyundai Solaris с эмблемой такси. Вазовская четверка столкнулись на дороге Тольятти-Ягодная. Отечественная легковушка улетела в кювет. Водитель оказался заблокирован. Чтобы извлечь его из салона, потребовалась помощь спасателей. По словам очевидцев, мужчина скончался. Водитель иномарки, 30-летний мужчина, ранен. Его увезли в больницу. На месте аварии работают полицейские и медики. В интернете появилось видео очевидца. Несколько тысяч симок всех сотовых операторов изъяли у Самарца. Он продавал их по 30 рублей за штуку. Сотрудники ФСБ задержали мужчину в середине сентября, когда он пытался реализовать тысячу сим-карт. Как сообщают в региональном УФСБ, сегодня неконтролируемое распространение сим-карт, зарегистрированных на подставные организации или несуществующих лиц приобрело массовый характер. Оптовые партии поставки таких симок попадают на территорию колоний. Их активно используют лица, причастные к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, связанные с террористической и экстремистской деятельностью. В частности, установлены факты использования подобных сим-карт сторонниками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. В Самаре задержали объявленную федеральный розыск жительницу Подмосковья. Сотрудники Росгвардии заметили на улице Венцика подозрительную женщину, которая при виде стражей порядка попыталась скрыться. Бдительные патрульные решили выяснить причины такого поведения и остановили гражданку. Как оказалось, 39-летняя жительница Московской области находится в федеральном розыске. Ее больше года разыскивали представители ГУФСИН, как условно осужденную с исправительным сроком, скрывшуюся от контролирующих органов. Самарских курильщиков оштрафовали на миллион. Региональный Роспотребнадзор подвел итоги за 9 месяцев. 40 постановлений составили на граждан в сумме 40 тысяч рублей, 33 на должностных лиц, они заплатят 245 тысяч, и 23 в отношении юридических лиц. Им предстоит раскошелиться на 630 тысяч. В этом числе 30 постановлений за курение в помещениях, 3 постановления за курение на детских площадках, 28 постановлений за курение под табличками. Станцию метро Самарская планируют построить. За 3-4 года на это потребуется 7 миллиардов рублей. Станция будет небольшой, с двумя сходами, без эскалаторов в вестибюлях. Чтобы начать строительство, подрядчику нужно прокопать 500 метров тоннеля, который соединит Алабинскую и Самарскую. Так как на пути строительства тоннеля находится ветхое жилье и памятники архитектуры, проект новой станции метро будет скорректирован. Секреты запасной столицы постепенно раскрываются. В Самаре начали читать цикл бесплатных лекций о жизни культурной элиты в начале 40-х годов прошлого века. В историю военного Куйбышева окунулась и Марина Матвейшина. Кому хлеб по талонам, а кому икра тоннами. Пока жизнь обычных горожан военного Куйбышева была похожа на выживание, представители элиты жили по другим законам. Посетители лекций слушают подробности из жизни селебрицы того времени, затаив дыхание. Автор лекций проштудировал несколько архивов, нашел документы, которые еще недавно были засекречены, провел настоящее расследование. Например, документ, там описано совершенно секретно, как питались дипломаты, сколько тонн икры сюда везли. Икры, колбасы и таких, будем говорить, эксклюзивных видов еды, о которых я даже некоторых не слышал. В то же время повышался культурный уровень города. В запасную столицу были эвакуированы лучшие инженеры, артисты, дипломаты. Тогда же сюда прибыл Дмитрий Шостакович со своей семьей. Этот момент запечатлела художница Александра Дьяконова в своей картине. Она писала ее, еще будучи студенткой. Мне пришлось послушать, потому что, если честно, я не знала произведений. Тогда еще не было интернета, по-моему. То есть мне приходилось ходить в библиотеку специальную, искать произведения, симфонию. Я прослушивала, немножко вниклась и прочувствовалась, что это действительно был интерес, потому что я не знала об этом. Картина сохранилась только на фото в интернете. Именно она и вдохновила Виталия Добросина на изучение темы жизни культурной элиты в военном Куйбышеве. Чудом он нашел автора работы. Художница была удивлена таким вниманием и пообещала картину воссоздать. А пока все самарцы могут бесплатно посетить лекции о запасной столице. Они пройдут во всех девяти районах города. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События. Только сегодня и только один раз посетители Самарского зоопарка смогли погулять по вольеру для тигров. Но в полной безопасности. Сами большие кошки, кактус и кассандра, ждут, пока идет ремонт их будущего семейного гнездышка. В клетке побывал и Андрей Горгуленко. Плыви, тигры, смотри сюда! Почувствуют себя тигром. Уникальную возможность получили гости Самарского зоопарка. Пока новый вольер для грациозных животных достраивают, дети со своими родителями смогли лично изучить его и проверить, будет ли комфортно тиграм, кактусу и кассандре в новом жилье. Пока в квартире тигра-кактуса идет ремонт, ему приходится временно делить жилплощадь со львом Цезарем. Коты поначалу ругались, но когда поняли, что с соперником ничего не сделать и их отделяет решетка, успокоились и стали жить дружно. Пока кактус и его будущая возлюбленная Кассандра испытывают небольшие трудности с жильем. Но оно того стоит. После переезда в вольере их ждут и ели, и бревна, о которой можно и когти поточить, и полазить по ним, и утепленные домики, где можно отдыхать, и бассейн, в котором можно освежиться в жаркую погоду. Но самое приятное – это большое пространство для создания семьи. До этого вольер тигра стоял здесь, там также была ванна и укрытие. А сейчас вольер стал гораздо больше, чтобы здесь свободно и уютно было уже паре тигров, и чтобы в дальнейшем от них можно было получить потомство, чтобы они себя комфортно чувствовали, защищенно и спокойно. Точную дату переезда пока не называют. Необходимо закончить ремонт второй половины вольера. Но как только будущее семейство заселится в свои апартаменты, сотрудники зоопарка обязательно позовут гостей отпраздновать новоселье. Андрей Грагуленко, Дмитрий Мишканцов. События. Шесть домашних матчей и только одна победа ЦСК ВВС продолжает неудачно выступать в высшей хоккейной лиге. Команда занимает предпоследнее 26 место после 11 туров. В причинах такой нерезультативной игры разбирался Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжат эфир. В заключительном матче домашней серии чемпионата высшей хоккейной лиги ЦСК ВВС уступил лидеру турнира. Скани Вайс Санкт-Петербурга с первых секунд навязал свою игру и уже на третьей минуте повел в счете. А за две минуты до конца первого периода армейцы удвоили свое преимущество. Ничего не изменилось и после перерыва. Скани Вайс продолжал забивать и только после третьей пропущенной шайбы военные летчики ответили голом. На острие атаки был точен капитан ЦСК ВВС Денис Ковалев 1-3. А спустя две минуты Никита Реонов сокращает разрыв в счете до минимума 2-3. Мы серьезно настраивались, поскольку видели в предыдущей игру с Динамо. Такая жесткая команда играет везде до конца, без прокатов, бьет в тело. Мы были к этому готовы и ни в чем не уступили. После второй заброшенной шайбы у самарской команды наступила голевая засуха. Зато игроки из берегов Невы продолжили натиск на ворота ЦСК ВВС. После второго периода счет увеличился до угрожающего 2-5, а к финальной серии армейцы довели результат до разгромного 2-7. Когда проиграешь с крупным счетом, я называю это раненый зверь, и выходишь против команды, я видел по раскатке, что команда заряжена. Ну и скажу, матч получился, несмотря на такой счет, такой обоюд острый. Соперник тоже сегодня хорошо играл в атаке, на ворота, броски, добивания. Ну и такой тяжелый матч для нас. Матчем с командой Санкт-Петербурга самарские летчики завершили свою домашнюю серию, набрав за 6 матчей всего 4 очка. С футбольным счетом 1-0 ЦСК ВВС заглушил пензенский дизель, а вот для победы над другими соперниками им не хватило всего лишь пару голов. Саров 1-2, Рязани-Воронежский Буран 4-5. Разгромное поражение от питерского «Динамо» 1-8. В результате клуб занимает предпоследнее 26-е место в ВХЛ. Те люди, на которые была возложена функция лидеров, они сегодня просто потерялись, и уже которую игру, видимо, не могут себя найти. Пришлось их посадить, дать возможность играть молодежи. Молодежь, в принципе, пыталась, пахтела, создавала, но не хватало все равно мастерства. Впереди у ЦСК ВВС 4 матча в гостях. С 15 по 21 октября военные летчики сыграют с Орским Южным Уралом, Училинским Горняком, Спутником из Нижнего Тагила и Челябинским Чалметом. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Удачи вам, увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...